Какие-то социальные выплаты, распоряжения президента касаемо социальных выплат детям, вернее семьям с детьми, в основном как-то в нашей стране касается именно семей с маленькими детьми. О подростках как-то редко, когда заходит речь. Как-то, видимо, в нашей стране раз сумели родители дорастить до подросткового возраста своего ребенка, значит и дальше смогут. В основном как-то забота идет о тех, кто только родится или только-только родился. Ну, я как бы согласна с этим, но все-таки не согласна с тем, что все-таки как-то подростков мало поддерживает наше государство в материальном плане. Вот как бы было такое распоряжение, слышала я, что президент решил, что будут бесплатно кормить детей в школах, но только до пятого класса. То есть, получается, шестой, седьмой, восьмой класса, а уж тем более, там, десятый, одиннадцатый, как-нибудь сами обойдутся своими силами. Пусть кормятся, кормились до этого и дальше пусть кормятся. Ну, как бы ладно, бог с ним. Ну, вот как-то вот, вы знаете, вот это вот последнее распоряжение касаемо выплаты десяти тысяч семьям с детьми от трех до шестнадцати лет. Вот как-то вот странно для меня. Вроде бы до шестнадцати лет, но опять-таки шестнадцать лет тому, тем детям, кому исполнилось после одиннадцатого мая. То бишь, вот те, которым исполнилось до одиннадцатого мая, шестнадцать лет, им уже не положена такая помощь в виде вот этих десяти тысяч. Ну, и вот, как бы, вот у меня просто вот не хочется понять логику данного распоряжения. Почему, допустим, моя дочь, кстати, вот моя дочь у меня спросила, мама, почему вот я вот учусь, вот у меня вот подружка, да, мы учимся с ней в одном классе. Ей, она меня младше на три месяца, то бишь моей дочери шестнадцать лет исполнилось три месяца назад, а ей вот тринадцать, шестнадцать лет исполнилось недавно. Почему вот она вот имеет право на такую поддержку от государства, а я нет. И вот, как бы, мне вот тоже стало интересно, а почему, как бы, ученики одного и той же школы, точнее даже сказать, одного и того же класса, как бы, шестнадцатилетние подростки, но часть этого класса имеет право на такую поддержку государственную, а часть этого класса, находясь в этом же возрасте шестнадцатилетнем, учась в этом же классе, не имеет права на такую поддержку. Как-то вот хочется понять вот логику ее, скажите мне, чтобы я объяснила своему ребенку, из чего исходили наши чиновники, когда разграничивали вот этот шестнадцатилетний возраст. Вроде бы и радостно было узнать, что, о, от трех до шестнадцати лет, надо же, еще и шестнадцатилетних подростков вспомнили, что они тоже дети, что они также находятся на иждивении родителей, они не работают, они учатся в школах. Но не тут-то было. Оказывается, только до одиннадцатого мая, ой, с одиннадцатого мая кому исполнилось шестнадцать лет. А тем, кому до одиннадцатого мая исполнилось, они не имеют права, хотя такие же ученики. Вот хочется понять. Почему? Поехали.